А есть в России сейчас такой человек, который может соревноваться с Путиным, который был бы при этом заинтересован в его ликвидации, отстранении и так далее, который имел бы ресурс или влияние на людей, которые могли бы это сделать, и, конечно же, при всем этом, чтобы занять его место, занять его пост, он должен иметь какую-то поддержку, народную поддержку. Вот такие люди есть? Да сколько угодно. Один человек, его звали Евгений Пригожин. Очень вполне себе начал соревнования, имел поддержку, имел ресурс, серьезный ресурс, поэтому, кстати, Путин очень сильно испугался, и когда Пригожин пошел в Москву просто с ним поговорить, но поехал, правда, по Жванецкому. Помните, у Жванецкого была такая реприза, как надо делать покупки на базаре, потому что вот все то, что мы делаем просто на своих ногах, надо подъехать на танки и в прорезь прицела спросить, сколько, сколько, вот, а потом сказать, ну-ка, просуньте мне здесь в эту щелочку, я здесь у себя перевешусь. И, как, естественно, он намекал, что вот если подъехать на танки, то с вами почему-то разговаривать будет совершенно по-другому. Да вот почему-то и хамить не будут, и хамства меньше будет, и обвеса будет меньше, и обсчета будет меньше. Вот только танка не хватает для того, чтобы поехать. Вот Пригожин на танке поехал, Путин испугался, его, кстати, Путина никто не вышел защищать. Кроме того, реально, вот Патрушев является таким кандидатом вполне себе, вполне себе серьезным, потому что он координирует работу специальной службы и всего Совета безопасности. Его сын является действующим министром в правительстве, у него есть, так сказать, и собственные деньги, и друзья-олигархи, там его поддерживают путинские дружки некоторые. Вот, кстати, он не один такой, там есть и другие люди, кстати, того же самого Мишустина, вполне может поддержать другая группа. Есть еще их, вот то, что мы называем башнями Кремля. И каждая башня Кремля, в конце концов, даже Кадыров, Кадыров ведь претендует тоже на какую-то там роль такую федеральную. Ну, у него, кстати, вот из всех людей, которые могут претендовать на что-то в Российской Федерации, у него меньше всего шансов, потому что он представитель нетитульной нации, он представитель нетитульной религии. И хотя, естественно, в Российской Федерации есть пять официальных религий, признанных Конституцией, но, тем не менее, мы понимаем, что все-таки мусульман значительно, по крайней мере, в цифровом отношении меньше, чем православных. И по этому поводу он представляет как бы меньшинство российское, а меньшинство не очень любит. Вот, и поэтому он... Шойгу, кстати, по этому поводу. Вы знаете, я всегда говорил, вот когда мне там мои коллеги-эксперты говорили, что Шойгу является таким хорошим кандидатом, я говорю, нет, Шойгу не может быть хорошим кандидатом. Шойгу дошел до своего максимума. То, что максимум он может делать, это вот быть министром и быть там сопредседателем партии «Единая Россия», потому что он представитель нетитульной нации, он, грубо говоря, чучмек, как вот у них там. Или даже есть там гораздо более худшие слова, которые, значит, используют в русском языке русские националисты, русские неонацисты для того, чтобы кандидатизовать людей из малых народностей, из Кавказа и так далее. Вот там всякие там производные, нехорошие. Вот, так что Шойгу в этом смысле... Хотя он, кстати, был очень популярным политиком. Я вам напомню, что было довольно много времени, он был вообще номером два по популярности после Путина. И практически до начала войны он входил всегда, ну, в пятерку, в четверку самых популярных политиков. И, кстати, поэтому на выборы 21-го года сентябрьские парламентские «Медведи», как председатель партии, вообще никуда не был выдвинут, выдвигали вот в том числе Шойгу, там Лаврова, там еще нескольких человек, потому что они как раз были популярны реально в народе. И у них, кстати, есть ресурс Шойгу, это два миллиона. Сотрудников Министерства обороны, из которых миллион двести тысяч – это военнослужащие. Ну, правда, вы там немножко ряды подкосили Министерство обороны за два года. Но, тем не менее, у него ресурс есть. Вот, он самый старый министр вообще в правительстве Российской Федерации, потому что он начинал еще с Ельциным, тогда, когда он был вообще маленьким человеком. Такое впечатление, что он вообще тогда был младенцем, сосал соску, вот, но уже был министром. Вот, потому что больше тридцати лет. Он больше, чем Лукашенко сидит в Беларуси, Шойгу. Вот, так что в этом смысле кандидатов сколько угодно. Но вот Кадыров, я считаю, у него меньше всего шансов, потому что просто он, во-первых, он страшный, вот, а во-вторых, он чучмек. Сергей Олегович, смотрите, а почему вот эта история не работает с Шойгу и не работает с Путиным? До войны Шойгу на втором месте после Путина. Начало этой войны Путин объявляет так называемую СВО, Шойгу непонятно где, Путин все так же на первом месте. Ожидания какие были? Киев за три дня. А что получили на выход? То есть, а почему это работает с Шойгу, но не работает с Путиным? Мне очень... Это хороший анекдот вы рассказали, потому что, с вашей точки зрения, это работает с Путиным. Но как же это работает с Путиным, если это сработало 23 и 24 числа? Где это сработало с Путиным? Где эти миллионы людей, которые вышли на улицы и сказали руки прочь от нашего Путина, которые растерзали всех этих вагнеров? Я сказал, не работает, не работает, не работает. Нет, но это и с Путиным не работает. То есть, это ни Шойгу не работает, и с Путиным не работает. И Шойгу потерял свою популярность. потому что теперь, ну все равно, кстати, потерял-то он ее потерял, но он просто теперь входит не в четверку, а входит там в 15 самых популярных людей, так что он не так уж сильно и растерял, между прочим. Ага, понятно, то есть во время вот этого мятежа люди, которые выходили, которые не выходили на защиту, это, собственно, и есть вот тот показатель, что с Путиным это тоже не работает, эта вся история. Не работает, конечно, конечно, конечно. А про жен, про жен мобилизованных, я знаю, что вы об этом, вы тоже занимаетесь этой темой, вы тоже публикуете у себя в Телеграм-канале. Два слова вот скажите нам, пожалуйста, потому что там, я так понимаю, они написали некую петицию или что-то в этом роде, и там матерные слова, давайте их просто сейчас будем как-то менять на корректные. Нас обманули, скажем так, и вас обманут. Жены мобилизованных опубликовали манифест и петицию против бессрочной мобилизации. И там конкретно и прямо они говорят, что нас предают и истребляют свои же, нас обманули и вас обманут, скажем так, и так далее. В этом есть, Сергей Олегович, какой-то потенциал, как вы считаете? Да, я думаю, что есть потенциал, потому что, в общем, когда они... Потому что у них тот же самый потенциал, когда вот при Гожем, помните, кричал, «Шойгу, Герасимов, где снаряды?» Вот, а теперь, значит, жены, вдовы, там, матери, сестры или любимые этих мобилизованных выходят и говорят «Шойгу, Путин, Герасимов, где мужья, где братья, где сыны?» Вот, то есть, на самом деле, такой же самый потенциал. И самое главное другое. Вот с Пригожиным, видите, Путин не смог его посадить. Ему пришлось его убить в самолете и сделать вид, что это они сами себя убили, и я к этому никакого отношения не имею. Но на этом Путин потерял, потому что это не показатель сведения счетов диктатора настоящего, потому что вот почему Навального он посадил, почему Илью Яшину он посадил, почему Гиркина он посадил, а Пригожина не посадил, а Пригожина просто убил в самолете. Вот, а этих же теток и девушек, их же не убьешь, самолетов не хватит в Российской Федерации. Хотя, в принципе, самолетов как раз хватит, потому что у них сейчас там такая ситуация с самолетами, что их просто надо посадить и отправить в Владивосток, и там половина самолетов просто попадают, не долетят до Владивостока. Вот, это вот такая... И там не надо никаких ракет, никаких гранат в этом самом деле, потому что просто у них запчастей нету, у них целыми днями там проблемы с самолетами и с вертолетами. Вот, но, тем не менее, вот женщины... Женский бунт, на самом деле, для власти это самое страшное. Потому что вот мужиков еще можно там расстреливать, дубинками бить, Вот самое страшное – это дети, женщины и старики. Вот есть когда выходят дети, женщины и старики, а против них космонавты-омоновцы с дубинками, и тогда бывает кровавое воскресенье, вот, значит, 905 год, и царь еле устоял, потому что для того, чтобы устоять, ему пришлось даже манифест опубликовывать и вводить какие-то свободы гражданские, даже Думу разрешать, выборы разрешать и так далее. То есть, понимаете, даже вот такая замкнутая система и очень жесткая система не выдерживает испытания бунтом женским, народным, настоящим народным бунтом. Вот, а тем более женские, женщины, старики и дети, потому что, ну, понятно, что любой человек, который поднимает на них руку, даже для того, чтобы разогнать, он становится сразу абсолютным подлецом, вот как подлец Кадыров-младший, который бил подследственного, безоружного, несчастного, неосужденного, но содержавшегося, в СИЗО и стал абсолютным подлецом для всех горцев. Он опозорил себя и свой род. И вот точно так же любой ОМОНовец, который поднимет, значит, дубинку на женщину, которая там вдова, допустим, героя СВО, да, а он ее, как вот он ее будет? Это вот бабушек и студентов, которые там за свободу выходят, вот их можно мочить против войны, которые выходят, вот их можно мочить. А они же, опять же, тетки-то, а ведь они же не против войны, они за войну, они за войну, за Путина. Но, говорят, ребята, соблюдайте свои же законы. Вы же нам сказали, что наших мужей отдадите нам через несколько месяцев. С деньгами, с мешками денег. Мы не видим ни денег, ни мужей. Значит, и по этому поводу это будет тяжело разгонять. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!